Всем привет дорогие друзья, с вами Санёк, сегодня я вам покажу где найти охотника за колокольными сферами. Вам нужно в звёздных пустошах попасть в благодать лачуга торговца затворника, вот здесь вот вам, вот сюда нужно телепортироваться или прийти и дождаться ночи, ребят. Именно ночью появляется этот противник, смотрите, садитесь сюда, благодать, нажимаете скоротать до ночи, ночь наступает, вам достаточно просто выйти из дома и есть какой-то шанс, что этот парень появится. Не всегда он, ребят, появляется, сейчас смотрите, выхожу, но никого нет, как видите, никого нету, противник должен появиться буквально вот здесь вот слева от главного героя. Если он не появился, вам нужно опять подогнать к месту благодати, опять скоротать время до ночи, смотрите, я сейчас что делаю, нажимаем скоротать, опять до ночи, ждём пока наступит ночь, ну и всё понятно, выходим, да, на улицу, пошёл дождь, пошёл дождь, и в этот момент, обратите внимание, появляется надпись «Охотник за колокольными сферами», появляется его ХП, появился буквально рядом с этой лачугой. И, ребят, как его легко убить? Ну, вступать с ним в битву вблизи, конечно, можете, но сколько раз я не пытался, мой уровень, так сказать, персонажа не позволял с ним биться, у него очень сильные удары, выносит буквально с двух-трёх ударов тебя, у меня сотый уровень, но всё равно его не хватает, и поэтому, чтобы его легче было убить, и вам, так сказать, меньше умирать, наверное, да, я использовал такую тактику, берёте лук, берёте отравленные стрелы, можете их создать, вот, и начинаете потихоньку вот так вот стрелять в этого самого босса. Отступили, на лошади можно спокойно от него убежать, то есть на потоке, где-то накидываете побольше в него стрел, накидываете, накидываете, ядовитые стрелы, ну, где-то 10 попаданий, наверное, около того, у него накапливается, видно, шкала яда, и потом он потихоньку начинает заражаться этим ядом, и придёт у него отравление. Посмотрите, обратите внимание, сейчас надо просто приспособиться в него попадать и ловить момент, чтобы удрать от его ударов. Ну всё, отравление пошло, ваша задача теперь просто от него убегать, и можно дальше, в принципе, продолжать стрелять с него обычными стрелами, ну, или что у вас ещё имеется. Можете, конечно, слезть с лошади и попытаться его убить, да, поверьте мне, это может закончиться очень плачевно, и поэтому, чтобы себя обезопасить, и спокойно убить этого парня, а он довольно мощный, как я вам уже говорил, очень мощный противник, я редко таких здесь встречаю, но это прям очень серьёзный тип, и поэтому он слаб к отравлению, используйте эту слабость, спокойно накидывайте его, отравляйте, как только у него проходит отравление, ваша задача снова накидать в него целую кучу стрел, затыкать его, так сказать, ядом, он снова будет отравлен, всё у вас будет замечательно. Ну, а сейчас я просто немножко ускорю видео, чтобы вам не было так скучно на него смотреть. И продолжаем, видите, как обычно, накидываю-накидываю стрелы, он пытается меня догнать, я опять с него забрасываю, да, долго-долго будет этот процесс длиться, 7 минут вот мне потребовалось, чтобы его убить, но я думаю, это того стоит. Главное, не торопитесь, всё у вас получится, ну, и главное, конечно же, не подставляйтесь под его мощные удары, как видите, у него очень дальний радиус действия, иногда он меня задевает, когда я дистанции не соблюдаю. За мной ещё увязался какой-то безумный козёл, видите, он там бегает, помогает, помогает охотнику, странный какой-то козлина, вот он опять, ну, получил от него же. Здесь, короче, бараны, козлы, вот, не знаю. Ну, ещё вот такая вот тварь за мной увязалась, с большой головой, собака с большой головой. Отвлекался на неё, отвлекался на охотника, не понимал, что происходит, но вроде этого тварь забил, и нам осталось опять этого парня затравить до смерти. У него осталось уже буквально 1,5 от ХП, а баран до сих пор бегает за мной, видите, вон баран бегал. Ещё один, пришлось себе от него избавляться. Да, они тут бегают рядом с этими большими псинами, и, конечно же, немножко напрягают. Вот сейчас я допустил ошибку, чуть не помер, как видели, он меня очень быстро отработал. Вот так, надо быть поэтому очень аккуратным. Но у него остаётся совсем капелюшечка ХП, и спокойно докидываем его. Оп-оп-оп, забиваем-забиваем уже обычными стрелами. Всё, враг повержен, ребят. Охотник за колокольными сферами уничтожен. Получена колокольная сфера, торговцы аграви камнями. Если вам видос понравился, не забывайте прожимать лайк, если кому интересно, подписывайтесь на канал. С вами был Санёк, всем счастливо, всем пока, и до новых встреч в новых видео по игре Elden Ring. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok